Поехали. Дорогие коллеги, у нас сегодня доклад государственной программы мониторинга охотчих животных. Докладчик у нас доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Владимир Александрович Кузякин. Владимир Александрович, прошу вас. Спасибо. Я постараюсь рассказать, как зарождался мониторинг в России, мониторинг охотчих ресурсов, как он развивался и в каком состоянии он сейчас находится. Мониторинг охотничьих ресурсов в основном подразумевает учет охотничьих животных. Учетами охотничьих животных в России стали заниматься уже больше ста лет назад. Можно считать, что началом была статья Саблинского, в 1914 год по учету оленей в царстве сельском угле. После революции в начале 1920-х годов возникла необходимость делать охотустройства в промысловых хозяйствах, и в связи с этим необходимость учета численности охотничьих животных для того, чтобы нормировать добычу и так далее. В конце 1920-х годов были организованы экспедиции, в том числе Верхневучегодская экспедиция, которую руководил Лобачев. Там же работали многие впоследствии ведущие охтоэты страны. Стахровский, например, и другие. И в процессе этой работы экспедиции разрабатывались тоже методы учета охотничьих животных. В том числе, например, белки, как пищевой ресурс для малых народов севера. В том числе и зайцы, и так далее. Ну и пушных зверей других. В 1940-х годах, после войны, да, еще перед войной, было организовано главное управление по заповедникам Российской Федерации. А после войны это управление было преобразовано в главное управление охотничьего хозяйства и заповедникам Российской Федерации. И в процессе работы этой главоходы, как ее впоследствии назвали сокращенно, возникла такая мысль, что надо знать, какими ресурсами мы обладаем, для того, чтобы правильно вести управление охотничьим хозяйством, правильно определять нормы добычи животных и так далее. Вот. И поскольку главохода организовывалась на базе управления по заповедникам, то с самого начала, после образования, преобразования ее в главоходу, штаты ее набирались из наиболее значимых сотрудников заповедника. вот. люди в этом управлении были образованные, квалифицированные, и главохода работала замечательно. В 1958 году вышла инструкция по учету охотничьих животных на больших территориях жарково и теплово. Этот метод жарково-теплово основывался на том, что закладываются маршруты, на которых собирается относительный материал по пересечениям следов животных на снегу, а затем этот относительный, так сказать, материал переводится в абсолютный сопоставлением данных этих маршрутов с учетами на пробных площадках методом оклада, который считался более точным. В 1962 году, по сути дела через четыре года после выхода этой инструкции, главохода организовала группу биологической съемки при Оксском заповеднике. Вот, возглавил ее Владимир Порфевич Теплов, собственно, соавтор вот этой первой методики. И он в эту группу набрал в основном выпускников биологического факультета МГУ. наиболее выдающихся выпускников. И они начали работу в том числе по учету охотничьих животных на больших территориях. Но вот этот метод жаркого теплого они посчитали не совсем точным, поскольку на площадках методом оклада, тем более одноразовым, в общем-то, учесть животных сложно. Вот, это нужно считать, сколько зверей вошло, сколько вышло, и как это все сопоставить. В общем, достаточно сложно. и поэтому они взяли за основу метод, формулу, которого опубликовал Александр Николаевич Формозов еще в 1932 году. он заключался в том, что тоже на маршрутах собирается относительный материал, то есть число пересечений следов на 10 километров этого маршрута. Но для того, чтобы перейти этот относительный показатель в абсолютный, нужно определить среднюю длину суточного хода зверь. То есть, если Формозов тогда еще исходил из того, что чем больше следов встречаются на маршруте, значит, плотность выше. Но при этом, чем длиннее суточный ход, тем, значит, плотность ниже. Вот. И выведи эту формулу, он сделал небольшое недопонимание, и специалисты по учетам стали изучать эту формулу, метод, и пришли к мнению, что если считать по длине суточного хода, а длину суточного хода измеряется методом тропления, то есть, от лёжки до следующей ёжки, за сутки, сколько зверь прошел. и если совмещать относительные показатели учета на маршруте и длину суточного хода, то необходим коэффициент 1,57. это половина пифагорового числа 3,14 с лишним, во сколько длина окружности длиннее диаметра. И многие охтоведы как-то не могли поверить, что всё это так оно и должно быть. Очень сомневались в этих процентах, сомневаются до сих пор, несмотря на то, что это число оно присутствует везде. Во Вселенной, в галактике, там всякие соотношения, это число присутствует абсолютно везде. Вот. Ну есть ученые, изучающие методы учета, и в частности вот этот метод, который впоследствии был назван метод «Зимний маршрутный учет», ЗМУ. В основном его изучали, и тоже мало кто ещё верил в это дело, поэтому стали моделировать на бумаге или случайным бросанием монет или каких-то проволочек, верёвочек, и так далее. То есть, сделали имитационное моделирование. Вот. Но ещё до этого, в 36-м году Малышев такой, Виктор Иванович, он работал в Приморье, он опубликовал статью необходимость вот этой поправки формулы Формоза. Поправка 1,57. То есть, такой постоянный коэффициент. вот. Но поскольку его обвинили в том, что он враг народа, то все журналы, в которых была публикация его статьи, весь тираж и все экземпляры, которые были в библиотеках, их уничтожили. Независимо от этого, Сергей Митович Перелешин, который работал на Камчатке, совершенно другим путём пришёл к выводу, что этот коэффициент необходим. Вот. Но об этом многие не знали, потому что эти люди работали далеко, тем более, что публикации Малышева было неизвестно. стали делать вот это моделирование. И вот Приклованский, Вершинин, кто ещё? Смирнов, по-моему. Ну, в общем, несколько человек на основе Агусев, Олег Кирилович, пришли к выводу, что эта формула она, но Формозова, именно с коэффициентом 1,57, она работает нормально. Вот. Вот. Кстати, я тоже не очень доверял этому, ну, этой формуле, зимнему отшлубному учёту. Поэтому, ну, где-то в начале семидесятых годов, тоже попытался сделать такое моделирование. Но я его постарался приблизить максимально к натуральной картине. То есть, на листе бумаги определенная площадь рисовалась в определенном масштабе, и в определенном, в том же масштабе на этой площади размещались наследы млекопитающих, которые были выяснены исследователями в натуре методом тропления. И, значит, случайно размещал маршруты на этой площади, всё записывал, всё определял. Затем, значит, определённую сетку маршрутов, которая прокручивалась через пятнадцать градусов, получал массу материала, миллионы методами, так сказать, единицу учёта. Всё считал, тогда компьютеров не было, электронных не было, считал всё на арифмометре Хеликс крутил. Вот. Ну, тоже миллионы и даже сотни миллионов операций вычислили. И пришёл к выводу, собственно, материал показал, что ошибка учёта даёт ну, очень небольшой, в пределах десятых долей процента. Вот. Ещё в шестидесятых годах Олег Кириллович Гусев тоже делал моделирование и пришёл к выводу, что формула Формозова без всякого коэффициента годится, если вместо длины суточного хода ставить средний поперечник суточного участка. то есть если конфигурации суточного хода обрисовать выпуклым периметром и взять из этого периметра средние величины достаточно даже двух пересечений и взять средние пересечения это будет очень близко к поперечнику то тогда никакого коэффициента не нужно. И я на этом моделировании проверил и формулу Гусева давала ещё меньшую ошибку чем формула формула с коэффициентом я заинтересовался почему так происходит оказалось что нельзя подходить к длине суточного хода как среднее арифметическое из всех имеющихся измерений написал об этом тезисы этими тезисами заинтересовались математики программисты вот и в конце концов они пришли по выводу что нужно брать среднюю гармоническую а не среднюю арифметическую тезисы от арифметическую тезисы на тезисы 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 все все в общем расписано как этот учет дел но окский заповедник который был в подчинении глав охоты охоты был переведен в ведомство глав природы министерства сельского хозяйства СССР поэтому глав охота осталось без этой информационной базы для управления охотничьим хозяйством поэтому как только организовалась центральная научно-исследовательская лаборатория охотничьего хозяйства и заповедников при глав охоте РССР она организовалась в 68 году в самом конце то одной из главнейших тем работы этой лаборатории сокращенно это СНИЛ глав охоты РССР одна из тем была разработка научных основ государственной службы охотничьих ресурсов РССР вот эту тему сначала поручили Евгению Сырвичковскому Сырвичковскому который кстати долгое время был председателем этой секции и наверное первым председателем да вот ну он и его сотрудники как-то теоретизировали больше и выдавали только какие-то теоретические концепции вот каждый год писали отчеты что вот значит предлагается то-то то-то что ну ничего конкретного и практического уменьшения абсолютно ну глав охоте конечно это не верло и в конце концов всю эту тему от Сырвичковского убрали и передали в организованный отдел учета охотустройства и учета охотничьих ресурсов который тогда возглавлял вершине на Александр Саныч вот и руководство глав охоты решило что надо не теоретизировать а на практике обкатывать разные методики и делать уже практические выводы и делать это надо на модельных территориях на больших территориях порядка административных областей вот были выбраны пять таких модельные области это Ленинградская Кабардино-Балкария Новосибирская Иркутская и Приморский край все неудачно извини пожалуйста ну а может это и к лучшему да вот значит меня как сотрудника этого отдела прикрепили к Новосибирской области я поехал туда в общем довольно часто там был дал перечень тех методик которыми можно учитывать охотничьих животных параллельно этому делал ландшафтную карту охотничьих угодий этой области вот такое природно охотничьей районирование этой области и так далее потому что всякие расчеты нужно экстраполировать на определенные территории вот и лучше всего это делать на природной основе на больших территориях там всякие бьются аналогические подходы они не подходят вот и кроме как теории ландшафтоведов в общем больше ничего не подходит по своим масштабам хотя бы но и по другим причинам тоже которые я потом раскрою вот к сожалению да и в общем то этот опыт по Новосибирской области был признан наиболее удачным к сожалению Александр Саш Вершинин довольно рано покинул этот мир и руководителем этого отдела назначили меня добавили в отдел много штатных единиц и в общем получился отдел из 25 сотрудников для вот разработки и положения о государственной службе учета охотничьих ресурсов и всяких методических документов в конце концов значит я написал такое положение о государственной службе учета охотничьих ресурсов подписали мы вместе с начальником отдела по охоте глав охоты это такой Дмитрий плотник и Ильич Дмитрий Ильич вспомнил эсклероз вот и по сути дела вот середина семьдесят девятого года была признана началом вот этой государственной службы учета нужно сказать что группа биологической съемки поначалу работала на 12 центральных областях европейской части России вот затем расширила эту территорию до Ледовитого океана на север и немножко прихватила более южные области получил 40 административных единиц вот уже в положении службы учета имелось ввиду что этот учет проводится на всей территории Российской Федерации вот вот одновременно значит я написал вот восьмидесятом году методическое указание по организации проведения зимнего маршрутного учета охунчивых животных и указание по осеннем маршрутному учету численности боровой и пылевой дичь вот эти методики методические указания ну по сути дела я их построил так с рубрикацией чтобы было любому учетчику любому организатору учетов понятно что к чему там время учета сезон погодные условия в общем все было расписано что делает непосредственно учетчик и так далее вот и вот эти методические указания были признаны как назвали их базовыми на основе которых по этой рубрикации составлялись и другие методики ну и поскольку служба учета стала работать вот я потребовал от руководства глав охоты чтобы к нашему по сути дела научно-исследовательскому отделу еще присоокупили такой инженерно-организационный отдел вот и и я добивался в высших так сказать сферах чтобы эта служба учета была как отдельная организация но поскольку это были бряженские времена когда было негласное постановление что ничего лишнего нового не организовывать вообще ну застой на то он и застой поэтому не удалось сделать это отдельной организацией тоже при главах охоты имел ввиду но самостоятельно независимо с ним и мне передали специальную партию которую назвали партией службы учета из центральной охотостроительной экспедиции там тоже было десять штатных единиц но в конце концов они не были заполнены но восемь человек там по началу работы вот в восемьдесят втором году я опубликовал перспективную программу работы государственной службы учета охотничьих ресурсов где расписал что все виды охотничьих животных должны учитываться и для каждого вида животных определил какими методами они должны учитываться с а мы в отделе учетов ценили большим коллективом делали различные эксперименты в полевых условиях по апробации различных методов и существующих и как-то перспективных намечающихся так далее поэтому мы изучили эти методы очень хорошо все и в этой программе было расписано каким методами учитывается каждый вид живот причем основные виды могли учитываться несколькими методами но в сумме оказалось что в каждой административной единице России потребуется не более семи восьми так сказать методов и соответствующих учетных работ поэтому вся территория Российской Федерации была разделена на регионы по набору методов вот там для тундра допустим определенный набор для гор Кавказа и юга Сибири другой набор для центральных лесных областей свой для Сибири для Дальнего Востока и так далее получилось восемь таких регионов и значит был дан перечень этих методов и так далее вот к сожалению со временем отдел учета в ЦНИЛ стал сокращаться постепенно штатные единицы как-то уходили на страну в партии службы учета центральной охотостроительной и проектной изыскательской экспедиции тоже штатные единицы уходили и короче говоря как-то все это затухало потихонечку вот самое главное я добивался чтобы эта программа которую я составил глав охота превращала в жизнь вот но глав охота остановилась только на зимнем маршрутном учете и говорит нам этого достаточно мы учитываем те виды это в основном копытные пушные не все те которые зимоспящие уже по следам на снегу не учтешь медведь не учтешь того всего не учтешь но в общем ну и ну тут еще такое обстоятельство что вценили без меня меня женили значит втянули в кпсс вот чему я очень сопротивлялся но меня пригласили будет хуже если откажешься ну и потом в цк утвердили меня как резерв на выдвижение я думаю надо делать ноги и уходить из него перешел на работу в институт эволюционной мотфологии и экологии животных академии лабораторию того же Саровичковского но не терял связи с ЦНИО вместе разрабатывали методы и публиковали методические указания и прочее прочее вот ну постепенно как-то все это разваливалось ну тут перестройка значит гиперинфляция причем то ученым платят меньше чем чиновникам то чиновникам платят меньше чем ученым поэтому да и один из моих так сказать последователи начальников отдела учета ну и такой Борис Васильевич взял и перевел эту службу учета из экспедиции в ЦНИО а в ЦНИО стали платить меньше в два раза чем они получали поэтому все ребята разбежались дела пошли совсем плохо кроме того вот когда еще работал с ними я настаивал в главпоходе чтобы особое особое внимание вот в работе службы учета обратили на учет мигрирующих птиц это водоплавающие утки гуси болотная дичь ну и вальшинг тоже которые в сумме при такой стоимостной оценке и по численности и в добыче составляют около восьмидесяти процентов всех охотничьих ресурсов вот а глав охоты все-таки устремлялась обращение внимания больше на копытных животных и на пушных зверей вот сейчас и пушные звери уже не так актуальны вот поэтому они тоже стали выпадать из учетов так так владимир да я хотел сказать что существует инструментарий есть по мониторингу окончили ровно практически все вы полностью конечно конечно полностью вот но 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 самое печальное что все это направление деятельности охотоведческой которая касается мониторинга не стала терять кадры из из нила ушло много народа которые понимали в учетах животных вот в частности вот представитель сидит не совсем ушел ну да не совсем ушел но потом все равно ушел да или ушли вот во-вторых значит глава охота претерпела много реорганизаций то значит ее сделали департаментом в минсельхозе РОСФСР потом в Минприроде но при сельском хозяйстве и при других природных ресурсов охонячие ресурсы конечно никак не смотрятся поэтому и финансирование шло на по остаточному принципу короче все охонящее хозяйство разваливалось в том числе и ну и вот учета животных по сути дела основа мониторинга в более так сказать близкую историю к нашим дням можно назвать такой шаг правительства нашего российского мониторинга 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 перестал существовать этот контроль поэтому во многих субъектах федерации глава этих субъектов представлял территорию своего субъекта как свою охонящую дочь вот поэтому контроля федерального нет поэтому начались там всякие приписки к результатам учетов начали писать то что им нужно вот и отчитываться тем что положено вот тем более что в девянадцатом году вышел идиотский закон об охоте в котором вообще охотничьих хозяйствах не фигурирует как охота ну признана как просто развлечение как ну как туризм как что-то непонятное вот и охотничьим годом стали предоставляться пользователям на основе конкурса аукциона вот ну что так аукцион все знают у кого больше денег кто-то побеждает поэтому охотничьи годи просто стали отбираться вот вот общество охотников гражданских общество охотников и военных тоже вот и и ими стали владеть по сути дела частные лица вот большинство из которых не совсем добросовестные и несмотря на то что они обязаны по ну по этой лицензии которым выдаётся делать учёты животных они это стали делать не очень добросовестно по сути дела перестали делать учёты и отписываться ну просто сочинить то что им хочется вот по сути дела мониторинг развалился вот я в российской охотничьей газете писал крах мониторингу вот все причины вот эти называл но ничего не делается вот уж сколько было написано негатива по поводу вот этого закона об охоте наверное публикации полтыщи не меньше а 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 негатива никто не реагирует никакого нету вообще нету но тем не менее да вот самое интересное что охот департамент которого сейчас в минприроде Руководители его блатные, с очень низкой квалификацией. Ничего не хотят, ничего не делают. В НИОЗе, это раньше был Всесоюзный научно-исследовательский институт охонченного хозяйства и звероводства, сейчас Всероссийский институт. Этот институт никогда не занимался учетами животных. Их главное направление было прогнозы на основе так называемой службы урожая, которая опиралась на анкетно-опросные методы оценки численности и ресурсов. И ограничивались они относительными показателями. Больше, среднее, меньше, мало, много, среднее. Вот такими категориями. Ну, и если какие-то возникали у них методические предложения по учетам, то они всегда были очень несуразны. В свое время Владимир Михайлович Глушков еще в 70-х годах опубликовал в журнале «Охота и охранниче хозяйства» статью по авиаучету Лосе. Он лосем занимался всю жизнь. Ну и написал там, в частности, то, что нужно чуть ли не каждую секунду отмечать то, что пролетаешь над каким типом уголь. Ельник, там, смешанный лес, там, сосня, грязня и так далее. Вот. Но регистрация самих животных ведется не по этим типам. Либо на лесные территории, либо вообще на общие территории. Мне, что, целесообразно. Вот. Ну, я вслед написал в том журнале, тоже, про экстраполяцию авиаучетов Лосе. Вот. Ну и раскратеговал эти вещи. Ну, глупости, самое натуральное. И не так давно, ну, наверное, в прошлом году, Глушков потребовал от, ну, с поддержкой руководства в НИО Закировского, потребовал, чтобы учет проводился его методом. Вот. Хотя, в его предложениях никакого метода нет, а просто какие-то непонятные воздушцы. И в его предложениях он предлагал учитывать на маршрутах и птиц, и млекопитающих одновременно, причем по пересечениям следов и обнаруженных визуально. В общем, все свалил в кучу, и говорит, все это замечательно работает. То есть, ну, сумасшествие самое натуральное. Еще до этого он мне позвонил, как-то, и говорит, вот как вы относитесь к тому, чтобы там учет правой дичи делать на фиксированной полосе 10 метров от маршрута. Я говорю, а зачем это нужно, когда есть там формула Хейна, которая работает прекрасно, когда можно включать всех визуально обнаруженных птиц и расстояние обнаружения. Вот. И по этой формуле рассчитывать, так сказать, эффективную ширину полосы обнаружения. Вот. Ну, он никак не скрекел. Я все-таки написал рецензию на его метод, написал еще небольшой абзац в газетной статье насчет этого метода. А совсем-совсем недавно, ну, буквально неделями назад, из ВНИОЗа приходит вот такая стопа, предложение Скуматова такого. Ты, кстати, знаешь такого? Фамилию знаешь. Фамилию знаешь. Ну, вот. А я раньше и даже фамилию не знал. Никогда он не светился в таком учетном деле. Вот. А тут, значит, предлагает методику учета лосей на замкнутых маршрутах, причем методом многодневного оклада, причем конфигурация этих окладов равнобедренные треугольники. Из четырех треугольников складывается большой треугольник, который закладывается по навигатору, и на них, значит, считаются вот эти вот пересечения следов. Причем, если на маршруте, неважно, куда зверь пошел, слева направо или справа налево, не имеет никакого значения, а здесь нужно считать входные и выходные и так далее, то есть это требует очень высокой квалификации самих учащиков. Ну, более того, он сам пишет, что этот метод пригоден только, не пригоден там, где численность лоси мала. Пишет, что нужно площадь всех этих окладов на определенной территории должна занимать 10% от этой территории. Это диссертация, что ли? Нет, нет, это он методику, там на 60 страницах, очень бесполезный тест, там с повторами, там совсем. А куда он ее прислал? Он дал ее прислал? Он в Охотдепартамент. Да, да. Мне звонит Ломанова, значит, она возглавляла тоже отдел учета в ЦНИИ, теперь в Центрах от контроля. Звонит, говорит, вот, разберитесь с этим делом. Ну, я один день почитался, ну, это целая папка, там, отчеты на каких-то там территориях они делали, пробные эти вещи. Там целая стопа отзывов сотрудников того же ВНИОЗа, которые тоже рекомендуют этот метод и так далее. Ну, я посчитал, что, во-первых, для того, чтобы обеспечить 10% охвата учетом территории, нужно заложить матчрутов, которые дают по площади, которые относятся к учету, больше, чем сама учетная площадь. То есть, вся интересующая территория. И сколько для этого дней потребуется для того, чтобы провести эту работу? Получилось, что две тысячи человеко-дней на одно небольшое хозяйство, ну, среднее хозяйство, 100 тысяч диктов. Нужно две тысячи человеко-дней. Ну, куда это пошло? Ну, таких нападок на все наши методические разработки, которые были сделаны в 70-х, 80-х годах, вот, эти нападки вот и продолжаются, и до сих пор. И в конце концов, они настолько меня раздразнили, что я решил написать книгу по учетам охончих животных. Вот, в середине этого года вышла вот эта книжечка «Учет численности охончих животных». Я разбираю почти все методы учета, теоретические основы учетов, их биологическую, математическую, географическую и организационные стороны каждого учета. Вот, и считаю, что ни один метод, в который не разработано каждой из этих четырех сторон, не может считаться методом. Во-вторых, человек, который занимается мониторингом, учетом животных, он должен обладать вот мышлением во всех этих четырех направлениях. К сожалению, таких людей, по сути дела, мало. Можно сказать, что их и нет. Кто совершенно не понимает в математике, совершенно не понимает в математике, или не чувствует ее, кто совершенно не понимает в географии размещений животных, как это в учете все отражается. Так что, будущее мониторинга, я думаю, достаточно печальное. Единственное, что может как-то сдвинуть дело с мертвой точки, вернее, с нулевой точки, это, прежде всего, новый закон об охоте и охотничьем хозяйстве. Это первое. И, во-вторых, установление федерального государственного контроля учетных работ, без которых вранье будет идти, идти и идти. Вот. Ну, например, официальная цифра «Чистность лося» в Российской Федерации. Вот. Центр охот-контроля и охот-департамент дает миллион особенных. На самом деле их, я так считаю, не более 600 тысяч, а может быть, даже и меньше. Ну, то есть, два раза. Приписывают, увеличивают численность для того, чтобы получить больше лицензий. К чему это ведет? Это ведет к подрыву популяции, к дальнейшему сокращению численности. Поэтому такой федеральный государственный контроль, мониторинг, вообще государственный мониторинг должен быть. А если он отдан в частные руки, какой это мониторинг? Не мониторинг, это приписки. Благодарю за внимание. Коллеги, у кого есть вопросы, Владимир Александрович, о теме доклада? Кто хочет задать вопрос? У нас ответ. Я бы дополнил буквально в словах, как Владимир Александрович все сказал практически, я бы коснулся двух еще ипостасей, так сказать, в мониторингах на четвергах, связанных с самыми методами, так сказать, мониторинга. Это методы, связанные с определением популяционной принадлежности, то есть генетических методов. И вторая ипостась, это методы, связанные с спутниковым мечем. Это вот то, что сейчас как бы уже разработано, но, к сожалению, в современном помощи хозяйству не применяется. Могу только добавить к этому, что эти методы, они замечательным образом ложатся, кладутся на, так сказать, то, что было уже разработано и не имело отношения к каким-то популяционным вещам. Я бы хотел вашему вниманию, хотя многие это знают, такие видели, предложить вот эту публикацию, да? Это аннотированный каталог научно-методических материалов по охотничьему хозяйству России с 1954 по 2010 год. У меня, к сожалению, один-единственный экземпляр остался, но у меня есть в электронном виде, я дам свою электронную почту или просто для некоторых распечатаю, или дам флешку, это не вопрос, это не сложно. По существу все методики, которые были изданы в этот период, были собраны, в том числе и с участием Юрия Петровича, и они здесь представлены в виде названий и аннотаций. То есть, это каталог, всего лишь на всего лишь. Вот. А? Каталог. Ну, давайте скажем. Значит, а в остальном, Вадим Александрович абсолютно прав. Значит, первое, нам нужно возвращаться к вертикально интегрированной системе, не только, без этого мы ничего не дадим, это в нашей огромной стране. Нам нужно возвращаться к самостоятельной структуре, да, отраслевывать, а для этого вообще-то нужен новый закон. Вот мы недавно буквально с Владимиром Александровичем были у одного из депутатов Государственной Думы, Николая Сергеевича Валуева, все, наверное, вы знаете, да, так сказать, человек заинтересованный, охотник. За последние, скажем, лет пять, наверное, да, который в эту проблему, так сказать, проник очень основательно. Вот. И он настроен реально на, так сказать, то, чтобы все-таки этот закон, который сейчас существует об охоте, да, чтобы он был не изменял каких-нибудь поправок, да, а чтобы он был все-таки концептуальным, трудным. И я надеюсь, и поэтому есть посылки, что будет создана рабочая группа, вот, по подготовке проекта нового закона, вот, сегодня у меня был разговор с помощником, два депутата. Так что, я, ну, я полежний оптимист, да, я все-таки надеюсь, что мы без этой, так сказать, безысходности все-таки, все-таки, каким-то образом... Ну, хорошо, вы слышите, а я не доживусь. Ну, мы будем стараться. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Значит, так, ну, неизвестно, какие-то статьи вы хотели бы сказать. Я сейчас несколько сделаю объявление. В следующий раз мы с вами будем встречаться 22 января на совершенно уникальный доклад, который будут делать два, пожалуй, наиболее авторитетных специалистов по промышлому оружию. Это Алексей Михайлович Блюн, главный редактор журнала охотничьих хозяйств, и Сергей Иванович Минков, начальник отдела техники права и охотничьего туризма, внес Кира. Я считаю, что доклад будет совершенно уникальным, потому что мы знаем, как сложно, например, того же Алексея Михайловича уговорить выступить, и нам это удалось. И вот такое сочетание двух специалистов на одном докладе, которые немножко с разных сторон расскажут об этой проблеме, я считаю, что это будет событие в мире охотничьей культуры, и в ряду наших заседаний также. Поэтому 22 января всех приглашаю, и у нас есть еще небольшое замечание. Да, небольшое информацию, которое начну с похолоды Сибири. Во время выступления, если с Николаем Николаевичем Раздовым, значит, на его передаче, я сказал фразу, которую, естественно, потом режиссер выкинул. Вопрос, что вы делаете, я им сказал, что создаем фундамент для фундаментальной науки. Так вот, на самом деле, это фундамент, кстати говоря, вы, Владимир Александрович, сказали, значит, что анкетный способ к Кировским институтам, в значительной степени они пользовались и сравнивали их с нашими материалами, то есть с тем же самым ЗМУ. Критикую его, тем не менее, основывались на том же самым. И публиковали большие... Второе, я попытался, это опять же относится к похвале себе. В общественной палате я пытался доказать, что решение о разрушении центра анализа и отдача полномочий регионам приведет к гибели системы мониторинга. Наверное, это где-то есть в этих самых протоколах или какими-то, ну, разумеется. Тут замечу, что эта деятельность, вообще говоря, в значительной степени настоящих охотоверов, которые всегда говорили нам, не даст соврать, Владимир Александрович, что на местах знают лучше. И в регионах знают, сколько на самом деле у них животных, а вся эта контролизованная система просто ни к чему не живет. Результат, ну, мы видим в настоящее время. Я пытался приводить какие-то на них заседания, что вот, знают лучше, это самый интересный пример, конечно, это 56 тысяч волков не в России, а в одной Якутии. Вот, на мой взгляд, огромное количество методик, статей, в основном, большей частью, это некая самодеятельность. И главным недостатком всей системы мониторинга, мне кажется, отсутствие на самом деле отношения к этой части, как к фундаментальной науке, так же, как к фундаментальной наукой. Масса вещей не проработана на самом деле. Вот, я считаю, что, действительно, Владимир Александрович, вот его деятельность по моделированию, это был определенный этап. Но следующих этапов, вот следующий этап, наверное, это была бы полевая... Какая-то работа по полевой проверке и по сбору материала для оправдания, для разъяснения спорных вопросов, скажем, по тому же ЗМУ. Мне кажется, теоретическая, математическая, начальная основа зимнего маршрутного учета просто-напросто безупречен. Ну, не было, например, такой вещи, как серьезная разработка, проверка на основании тех видов, которые более всего подходят как модели. И стремление как можно более подвинуть всю эту систему мониторинга к запросам практики нанесло огромный вред. Потому что тот же лось имеет гораздо более сложности в этой системе семью маршрутного учета, в его учете. По сравнению, например, с лисицами, которые второстепенные, в общем-то, вид, особенно, я не говорю уж сейчас. Правда, из-за бешенства, значит, что-то интересное в нем есть. Потому что это питание мелкими животными, значит, это каждодневный выход на охоту, это поверхностная активность, это одиночное существование, ну, некоторые другие детали. Вот такой модели, например, в лисице не хватало, значит, к этому надо добавить на самом деле ведомственная разобщенность всей системы мониторинга, а именно, значит, сугубая фундаментальная наука. Там либо нас критиковали, либо использовали довольно странным способом, мало себе представляя вообще на самом деле тонкости, скажем так, организационной и прочей этой системы. Вот, значит, с другой стороны, это полный отрыв от системы федеральных территорий, охраняемых, то есть заповедников, и я как-то сказал Игорь Константиновичу, «Старство ему небесное», что, вообще говоря, без ЗМО можно обойтись? Можно. Можно. Примерно около десятка методов я тут же могу предложить. Он, конечно, меня спросил, я ему, конечно, не сказал, потому что слишком длинный разговор. Один из таких методов, похожий на то, что я пытался применить в рассуждении учёта медведя, это опора на реперные территории, так называемые. Ну, в случае медведя были реперные регионы, так сказать, то есть регионы, где внимательно относились к учёту медведя. Вот, кстати говоря, тоже один из видов, который, на мой взгляд, завышается в настоящее время. Вот откуда-то бродят ведь вот эти вот самые, что лося у нас, не меньше ни 600 тысяч, а наоборот, в 5 раз больше, даже в 10 раз больше. Кречеву, извините за выражение, вообще говоря, сын достойного весьма отца, вот, ныне такой охотничий деятель, что ли, вообще-то сказал, что лося в 10 раз больше, то есть 10 миллионов, ну, 5. Ну, вот, мне кажется, что к этому привело вот это вот понимание, я бы сказал, общественной пользы, немедленной практики. Вместе с тем, вообще-то, если бы уж практика, то действительно нужно было заниматься заяцами и утками, то есть тем народом. Юль, я хотел добавить, у нас ценили, а мы все ценили, у нас был в Главокоте, в чем не совет. Это был мощнейший фильтр, через который люди, вроде сына Кречева, и лейтенанты Шмидта не проходили. Вот, если сейчас в ведомстве науки появится этот фильтр, то очень много проблем должен появиться, то очень многие проблемы идут и не потеряются. Не появится. В общем, хорошо. Есть ли еще вопросы, Владимир Александрович? Тогда я, с Вашего позволения, скажу пару слов. Значит, ну, насколько... Попробуйте. Сначала все видно, что любая отрасль хозяйства в стране, эксплуатирующая экологические ресурсы, она должна иметь службу, так сказать, оценки состояния этих запасов и определяющие квоты изъятия. Это касается и охотничек, животных, это касается рыбный запас, весного хозяйства и еще там много всякого чего. Но вот Владимир Александрович нам рассказал, что фактически сейчас нет вот этой самой программы мониторинга. А почему нет? На самом деле очевидных отрасли охотничьего хозяйства сейчас нет. Если бы она была как-то организована в виде неких структур, то, наверное, потребовалась бы и была бы разработана какая-то концепция мониторинга и так далее. Тем более, что методы на самом деле есть. Если методы позволяют определять численность точно до 1%, то чего же лучше? Ну, собственно, отрасли есть и восстановить, то только за счет издания нового заплона из ключей. А за сим позволю себе поблагодарить всех нас Владимира Александровича за прекрасный договор, как всегда, за очень подробное изложение всей истории вопросов, которые нам очень важно знать, с тем, чтобы не наступать на одни и те же граммы. Но, к сожалению, мы слушаем огромные граммы, наступая другие, от которых садись решили. Продолжение следует...